В предыдущих обзорах металлоискателей мы говорили о новинках от Nocta. Это Simplex Lite и Simplex BT. Это видео посвящено металлоискателю Nocta Simplex Ultra. Очень универсальный металлоискатель, который может работать и на суше, и под водой. Имеет хорошее разделение целей и приличную глубину. Распаковка будет в отдельном видео, а мы с вами не будем тратить время и обсудим конструкцию, характеристики и функционал. Посмотрим меню и озвучку и все крутилки на глубину, а настройки на глубину. Проверим на тестовом полигоне в отдельном видео. Меня зовут Кирилл и вы на канале у Деда Мити. Рассказываем простым языком о любимом хобби. Я начну, но вначале поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на наш канал. Это поможет его продвижению. Simplex Ultra имеет две комплектации с беспроводными Bluetooth наушниками и без таковых. Обязательно в комплекте идут две штанги с блоком управления, катушка 11 дюймов DD, зарядный кабель, инструкция и крепеж катушки с логотипом. И на столе у меня как раз таки вот эта самая комплектация VHP. Первое, что обсудим, это конструкция и вес. Штанга и катушка Simplex Ultra точно такие же, как и у Simplex BT. За исключением того, что нижние и средние штанги выполнены из карбона. В то время как у Light это пластик плюс алюминий и карбон плюс алюминий в Simplex BT. По ощущениям она немного легче, а по прочности карбон это один из самых прочных материалов в мире. Но краш-тесты мы не делаем. Весит собранный прибор 1,2 кг, а по длине штанга регулируется от 63 до 132 см. По весу и эргономике этот металлоискатель подает и взрослым, и подросткам. Катушка 11 дюймов DD, с ней металлоискатель работает на частоте 15 кГц, что дает универсальность этому металлоискателю. Это и неплохая глубина, и чувствительность к мелким целям. Дома по воздуху я уже получил хорошие результаты, и поэтому приглашаю вас к просмотру ролика с нашего тестового полигона. Время работы Simplex Ultra составит 20 часов, а время зарядки всего 3 часа. Аккумулятор установлен точно такой же, как в Simplex Plus на 2300 мАч. Что такое 20 часов работы металлоискателя? Это два полных световых дня. А если вы уехали надолго туда, где нет розеток, то любой источник питания, как прикуриватель авто, пауэрбанк или фирменный блок питания в подлокотник могут существенно продлить ваши поиски. Тем более, что в подлокотнике находится специальная ниша для фирменного блока питания, такого же, как у NogtaLegend. Его емкость 5500 мАч. То есть, по моим скромным подсчетам, с таким набором можно копать почти целую неделю без подзарядки. Неужели он такой универсальный? Да. И вот еще аргумент. Если у младших моделей в серии по 4-5 режимов поиска, то в Simplex Ultra уже 6. При этом есть отдельные настройки, напрямую влияющие на глубину обнаружения целей в грунте и на удобство определения типа этих целей. Режимы поиска заложены следующие. Режим поля, как и во многих других металлоскайдлях, подразумевает, что вы будете работать на относительно чистых местах, где нету большого скопления металломусора. Следовательно, и катушкой, если быстро не махать, то из приличной глубины можно доставать хорошие находки. Озвучка двухтональная, и сигнал будет усиливаться пропорционально тому, как близко катушка находится к цели. Железные цели будут иметь VDI от 0 до 14, а цветные цели от 15 до 99. Но есть нюанс, о котором расскажу чуть позже. В режиме парк озвучка будет уже трехтональная. Железо будет звучать от 0 до 14, средним тоном низкопроводящие цветные цели, такие как золото и алюминий от 15 до 69, и остальные высокопроводящие цели будут от 70 до 99. В этом режиме скорость восстановления завода выставлена на троечку, и ее можно поменять. Следующий режим это 4 тона. В этом режиме уже из названия будет понятно, сколько тонов озвучка. VDI железо от 0 до 14, средний тональный диапазон цветных металлов, который попадает в золото, будет от 15 до 70. Средний высокий тон, куда будут попадать полезные цели, от 71 до 80. Тут очень часто будут еще и пивные пробки. Что касаемо серебряных монет, проверено еще на этапе знакомства с прибором перед обзором. Чешуя и 5 копеек 1815 года, это правило Александр I, будут звучать средним тоном. Советский Билон 10 копеек четко попадут в средний высокий тон. А крупное серебро, к примеру, рубли и полтинники, будут звучать высоким тоном. А золотые монеты и ювелирные изделия будут звучать средним тоном. К чему я это говорю? Это к тому, что нужно копать все сигналы. Следующий режим это 99 тонов, в котором все железные цели будут звучать в диапазоне от 0 до 14. А все цветные цели будут звучать отличающимся тоном, который будет повышаться в зависимости от электропроводимости целей. Как пишут в инструкции, этот режим больше подойдет для тех, кто будет искать монеты. И должен заметить, мне он понравился на пляже больше всех. Режим пляж предназначен для тяжелых и токопроводимых грунтов, таких как влажный песок, щелочная почва и им подобные. При этом он игнорирует железные цели и вполне легко должен отстраиваться на таких грунтах. В отличие от других режимов, цели с VDI от 0 до 14 по умолчанию отсечены, чтобы игнорировать черные металлы или шум грунта. Отменить это невозможно. В этом режиме устройство выдает средний тон для золота и цветных металлов с VDI от 15 до 99. Режим все металлы. Это единственный режим, в котором есть пороговый тон или трэш-холд, который помогает определить очень глубокие цели. К примеру, если у вас на чистом месте вдруг замолкает пороговый тон, то есть вероятность, что на глубине есть что-то очень и очень интересное. А еще эта функция хорошо помогает находить клады. Этот режим поиска рекомендован для использования в тех случаях, когда дискриминация вообще не важна. Но не рекомендуется на мусорках. В этом видео можно было бы рассказать все то же самое, что я вам рассказывал про Simplex Lite и Simplex BT. Но ультра на то и ультра, что по настройкам она существенно отличается даже от большинства приборов своего ценового сегмента. Давайте покажу вам, что по настройкам. А настройки нам доступны следующие. Первое — это общая громкость металлоискателя. Тут, думаю, ничего не нужно объяснять. Следующая вкладка относится к дискриминации металлоискателя со следующими пандпунктами. Это редактор маски дискриминации, фильтр мелкого железа, дифференциал шкалы по принципу того, что мы ищем — монеты или реликвии. Коротко переведу. Это на режиме монеты железные сигналы будут озвучиваться от 0 до 15, а на реликвиях — от 0 до 40 при включенном фильтре мелкого железа. Еще одна настройка, которая, как мне показалось, очень и очень интересной — это настройка глубины идентификатора VDI. То есть ставим низкое значение, VDI будет показываться на малой глубине, а звук будет еще глубже. Но очень максимально точно, насколько это сможет выдать Simplex Ultra. А чем выше, тем, соответственно, это значение будет более размытым. Стабилизация грунта нужна будет только в очень и очень сложных условиях, когда металлоскатель будет невозможно отстроить от грунта. Но имейте в виду, что повышение уровня этой настройки существенно уменьшает глубину обнаружения. Сдвиг частоты пригодится в случае, если вы работаете в паре с другим металлоскателем, который тоже работает на частоте 15 кГц и может помочь при помехах от линий электропередач. Дальше интереснее здесь мы видим профессиональную настройку — это скорость восстановления, она же скорость отлика или реактивность. Это важная настройка, которая определяет работу металлоскателя с точки зрения того, как быстро он анализирует сигнал от обнаруженных целей, лежащих близко друг к другу. Чем выше скорость, тем лучше разделение целей на замусоренных местах, а чем ниже скорость, тем больше глубина обнаружения. В настройках звука можно сделать следующее. Настроить разрывы границ тонов, то есть диапазон низких, средних и высоких тонов. К примеру, небольшая серебряная монета у нас попадает в средний тон, условно в значение 65-66 по VDI. Вы можете настроить границу высокого тона таким образом, что и эти цели будут звучать высоким тоном. Дальше идет высота тона — это вы настраиваете уже комфортную тональность звука, а в последней вкладке будет громкость тона. Например, можно уменьшить громкость железа, как в профессиональных металлоискателях. Настройка, которая регулируется только в режиме «Все металлы» — это пороговый тон или трэш-холд, который помогает определить очень и очень глубокие цели. К примеру, если у вас на чистом месте вдруг замолкает пороговый тон, то есть вероятность, что на глубине есть что-то очень и очень интересное. В последней вкладке «Общефункциональные настройки» — Bluetooth, Vibroотlic, яркость дисплея, фонарик и сохранение программы и сброса заводских настроек. Из этого самое частое, что будете вы использовать — это подключение Bluetooth наушников и яркость дисплея. Кстати, родные наушники Nokia, когда только попали ко мне вместе с Nokia Legend, они меня приятно удивили. Во-первых, сигналы идут без задержки, во всяком случае, заметить ее очень и очень сложно. Во-вторых, они универсальны, можно подключить к телефону, и пока на общественном транспорте добираетесь до места, в них можно комфортно и фильм посмотреть, и музыку послушать. Звук очень и очень приличный. Вдобавок, они с микрофоном и работают как гарнитура. В-третьих, что вообще самое важное, это то, что они мягкие и не давят нигде. Это истинный комфорт. Но производитель сделал лояльный ход для покупателей и оставил возможность подключить любые Bluetooth наушники. К примеру, если наушники от телефона имеют протокол Bluetooth PtX, то это тоже рабочий вариант, если такие наушники вам нравятся больше или комфортнее. В общем, по настройкам ничего сложного. Если будут вопросы, спрашивайте в комментариях или прямо на стене в нашей группе ВК. Мы ответим быстро, плюс наше сообщество очень большое и вместе поможем любому новичку освоить любой прибор. Послушаем озвучку и быстро сравним Simplex Ultra с его младшими собратьями. Слушать будем на режиме 4 тона. Первая цель Шоя Михаила Федоровича. 5 копеек Советов, 1930 год. 2 копейки Николая II, 1915. 5 копеек Екатерины II, 1765 год. Серебряный полтинник, серебряная монета, 1924 года. 5 рублей Николая II, 1989 год. Конечно, в комментариях напишут, что глупо сравнивать приборы по стоимости за 22, 32 и 37 тысяч рублей. Очевидно же, что будет большая разница и по функционалу, и по настройкам, и глубине обнаружения. Simplex Ultra на то и ультра. В него заложен функционал, как в приборах любительского и полупрофессионального уровня. К нему можно подключить любые Bluetooth наушники, но обязательно, чтобы был Bluetooth APTX. А чтобы такие не искать, мы вам рекомендуем приобрести комплектацию VHP. Wireless Headphone Pack. Переведи, пожалуйста. Это максимальная комплектация, в которой уже есть Bluetooth наушники, которые вы можете приобрести отдельно, но комплектом дешевле. У него есть настройка скорости отклика, настройки озвучки, куча режимов поиска. Вам лишь остается выбрать подходящий и откачать баланс грунта, и начать поиски. Все подсвечивается, и дисплей, и кнопки, и фонарик на тыльной стороне есть, чтобы в темноте не спотыкаться. Самое главное, что еще и воды не боится, и при этом гарантия 3 года. Еще за что можно точно уважать компанию Noctum, так это за их поддержку со своих клиентов. Это и сервис, и регулярное обновление прошивки приборов, и доступные аксессуары. Естественно, это все есть в магазине у Деда Мити, а еще по ссылке в описании для заказа вашего нового симплекса я оставил специальный промокод на скидку или подарок. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Всем удачных поисков, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok